Шарпага, мабуть. Это стратегии. Стратегии, да, пазлы и казино. Втанки. Вжита онлайн. Вайланд Харт. Массаффект царя. Ассасинскрит. Матч 3, Гарденскейпс, Тауншип. Хотя бы час в день я точно играю на выходные, может быть, пару часов. Все люди играют в игры, не только взрослые. Люди получают там эмоции, да получают те эмоции, которые они не получают в жизни. У каждого причины разные. Там отдохнуть, развлечься, какой-то челлендж получить. Люди могут реализовать себя в игре. То, что они не могут сделать в жизни, они реализовывают в игре. Может, это отчасти и лучше. Мы проводим конференцию в разных странах мира. Но мне очень хотелось провести мероприятие в своем городе. Потому что я заметила, что в Восточной Украине очень мало что происходит про геймер-разработку. И хотелось бы объединить людей, хотелось бы обменяться опытом, посмотреть, какие компании у нас есть в Запорожье. И принести какую-то пользу. Игровая индустрия так развинулась, что ты можешь действительно впливать как-то на сюжет, а не он однолинейный. И от всех твоих идей финал может измениться. И это очень интересно. Это даже интереснее, чем книга, потому что ты можешь как-то впливать на события. Я уже третий год занимаюсь виртуальной реальностью, то есть на просторах Запорожья. Очки виртуальной реальности, когда человек их одевает, мир вокруг него меняется. И он может попасть в любое, скажем так, место, в которое, может быть, ему мечталось, в которое он хотел побывать, но не было возможности. Многие из разработчиков уже взяли направление по виртуальной реальности. Они, скорее всего, будут двигаться в этом направлении.